3 уже выходит кстати тоже неплохой такой этот инкубатор да да вот бегает он на двух задних лапах привет всем дорогие подписчики и зрители канала да прибудет с вами темная сторона силы с вами дарт и сегодня мы продолжаем смотреть животных из игры мезозойка да так хочу из какая-то это это вот это значит сегодня посмотрим двух гадрозавров последних которые есть в этой игре кстати животных осталось все меньше и меньше сегодня это будет эдмонтозавр значит эдмонтозавр у нас североамериканский гадрозавр из позднего мелового периода один из самых крупнейших представителей своего вида некоторые особи достигают 15 метров длину но это он имел ввиду неры они имеют ввиду гадрозавров наверно это мантозавры как и другие гадрозавры они они могли передвигаться как на 4 так и на двух конечностях нас весит 4 тонны ростом 4 метра длину 9 метров значит вот первый окрас азура у нас какой-то создаются быстро берил это хорошо он блейзер цитрин здесь сразу начнем создавать 2 проза уролов волкири волкири за проза уролов означает доза уролов а доза уролов по моему дам это гадрозавр живший северной америке 75 миллионов лет назад значит имелось трубообразный вырос на голове до который использовался для коммуникации ну да скорее всего но различные звуки создавал при помощи него значит весь тритон длина 9 метров рост 4 метра насчет газель 1 окрас виспер ретро он комета прикольный окрас кстати мистик форест их тут везде кстати по 10 окрасов обоих куда я постоянно перемещаюсь я не понимаю но их уже двое там 3 уже выходит кстати тоже неплохой такой этот инкубатор да да вот бегает он на двух задних лапах так ну давай какие у тебя атака есть какая фига себе серьезно рык покруче чем у тираннозавра серьезно не могли им очень попроще придумать вот такой окрас у нас имеется самый первый черненький так это уже последний выходит кре очень туго с оптимизацией поэтому подлагивает немного хотя типа компьютер нормально все позволяет в эту игру играть просто с оптимизация хреново то есть там подгрузка компонентов идет при движении при вращении мыши может попробовать а ну тут прикол в том что тут нельзя никак с настройками поработать чтобы там допустим уменьшить чувствительность мыши допустим так вот такой зелененький еще есть в целом от мотозавр такой прикольненький то конечно озвучка мне его вообще не нравится серьезно тернозавр отдыхает просто так что у нас тут с параза уролов ими прикольный ну а так и такая же ну тут озвучка более-менее как-то на гадрозавра похоже не в том плане что я слышал как звучат гадрозавры да в том плане что но для этого травоядного это озвучка ну нормальная комета прикольно кстати через чур пестрый по моему но все равно прикольно хвост такой еще огненный бегает также он на двух задних лапах ходит на всех четырех нет да причем тут комета я вот на этого нажимал на кэш подлагивает жесть это тоже кстати неплохой вроде бы в одном из модов джурасик парк оперейшн дженесис да у кого-то но парзорал в по моему примерно так же окрашивали вот весь такой темный ляп такой ли этот не леопардовая тигрины такой да у него крас но слишком темный по моему пустыня грейзер джурер MerinQ пейпербек вулкан Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы спросите, зачем я это сделал? Я вам отвечу Дело в том, что территории для строительства у меня практически не осталось Мне уже пишут, что там нельзя строить везде Поэтому я прямо тут создам следующего животного Дабы сэкономить место Офига себе, прикольно Клёвый такой красный, чё? Мне нравится В целом, вроде простенький, да? То есть нету кучи цветов каких-то, да? Разнообразия, но при этом выглядит он довольно классно Классно великан то наш уже вырос один из великанов фига себе они быстро растут но это тоже это какая-то пародия на окраска мета у этого паразауролова но это такой простой вот это по моему самый такой типичный окрас для монтозавра сам такой нормальный без всяких при премудрости обычный такой окрас фига уже здоровая блин гигантелы ходят тут ну дай отлично блин фига себе огромный туша я учу за фигня динозавр сломался они прикольные так что там у нас с паразауролов фигня динозавр но тут какой-то вообще никакой как у меня краса ривербет вот это вообще как-то ни о чем по моему ну вот такой нормальненький он сам нормальный окрас для прозауролов и из предложенных вот такой простой в принципе в плане цветов а это точно какой-то тигрин и танго white прикольно тоже ничего не скажу это прикольно такой крас неплохой такой скин можно добавить прозауролов у jurassic world evolution хотя там на 1 свои скины есть и они покруче будут я просто еще как не успел его создать но я в процессе дам вот такой еще у нас есть зелененький и последний вот этот у нас да это тоже кстати прикольно но по моему слишком пестрый то есть он нормальная краска в целом так смотришь красивый да но слишком пестрый по моему так да прозоров ты тоже здоровый бесит что они отворачивают голову типа когда ты пытаешься на них сбоку посмотреть так что еще хотела в завершении этого видео вам показать надо подумать а я хотел вам показать как харидон тазавра он вымахал у нас уже здоровая такая туша жалко не слышно звуков шагов как допустим джорсик world evolution ну кстати я говорю вот единственное чего не хватает лично мне ну такое это не обещание обязательно вещь как бы джорсик городу evolution а так без нее типа очень клёво а это вот возможность управлять динозаврами ну то есть это реально прикольно так а тут кто у нас моя завра живу да хочу их так они все у водопоя думали не все так и моменте завар у нас тоже вымахал уже бесит этот резкость игры когда очень резко сменяются кадры ну вот он ростом грубо говоря как вот эти пальмы ну что ж на этом все дорогие подписчики и зрители канала до следующем видео мы посмотрим еще двух животных по моему у меня как раз осталось где то сейчас вспомнил 6 животных не по которым мы с вами не посмотрели поэтому я предлагаю последующих двух видео сделать сразу по три ну по три животных сразу посмотреть я думаю это будет удобно надеюсь то видео вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал вступайте в группу канал ссылка будет в описании всем всего хорошего до скорых встреч и увидимся в следующем видео всем пока